Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Мы подумали, что необходимо осень провожать в историю красиво, поэтому мы специально пригласили в концертный зал именно эту команду. В эфирной студии Александра Хайрулина. Здравствуйте, добрый вечер, друзья. Роман Шахов. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. «Страна ФМ» вещает специально для вас. Мы счастливы сообщить. Сегодня концертный зал имени группы «Братья Гримм». Здравствуйте, добрый сказочный вечер. Константин Гримм, друзья, и не один, конечно, с командой. Конечно, с группой «Братья Гримм». Вот все мы братья. Спасибо огромное. Мы очень рады, Костя, тебя мы ждали давно. Ну, и, конечно, вместе с командой, поэтому очень рады нашей встрече. Тем более, что и хорошо, что ты и повод подкинул вместе с ребятами в виде потрясающего нового клипа, который уже в нашем эфире крутится. Мы его не просто любим, мы его лелеем. Отлично. Я надеюсь, у вас заряжает хорошее настроение. Так и есть. Мы обязательно поговорим об этой новой работе, но сначала мы, конечно, спешим попросить вас исполнить что-нибудь, чтобы, так сказать, всех успокоить, что все по-настоящему, по-взрослому, живые инструменты. Ну, раз по-взрослому, давайте сначала начнем с той песни, чтобы все подумали, что все это их правда на самом деле. С песни «Ресницы», которая когда-то и поныне до сих пор волнует граждан. Это правда. Мега-хит, да. Попробуем. Давайте, хлопцы. Хлопнем. Синти-поп-версия. Синти-поп-версия. Хлопай ресницами и взлетай, Пресниться не забывай. Хлопай ресницами и взлетай, Чениться и фугай. Полетели! Хлопай ресницами и взлетай, Печал, Печал, В косо мандаля Не могу летать Веками паргая Хлопай ресницами И взлетай Ресницами за Chi Maintenant Хлопай ресницами И взлетай Чиницу и фугай И набираем воздух в легкие потихонечку Люди у радиоприемников Давайте вместе хором споем эту песню Ну-ка, три, четыре Хлопай и взлетай Не забывай Мы вас слышим, все отлично Хлопай и взлетай Не забывай И вот тот самый момент Руль на себя полетели Хлопай и взлетай Не забывай Хлопай и взлетай Хлопай и взлетай Хлопай и взлетай Да! Эта песня дает нам ощущение полета Спасибо! Братья и грим, друзья Программа «Концертный зал» Цели радиоканала «Страна ФМКО» Спасибо огромное Это наш долг исполнять песню «Ресницы» уже много лет Потому что если мы ее не исполним, мы могут и побить Это правда Нежная ласковая память Но вообще надо сказать, что Костя невероятный человек Потому что он считает, что долг, в том числе и коллектива «Братья Грима» — это лечить души Если верить интервью вашим, которое вы даете То есть музыка обязательно должна исцелять, лечить, нести какое-то добро Добро, добро у вас получается Ну в этом мире столько всякой гадости, столько всяких нервов, столько всякого нехорошего Что нужно оставлять место для чего-то светлого И если мы будем нести со сцены какую-нибудь хмурь и загонять людей еще в большую депрессию, это будет неправильно Я никогда, например, не сажусь за перо, бумагу и гитару, если у меня не очень хорошее настроение или депрессия Если голоден Голоден можно, художник может быть чуть-чуть голодным Надо ли? Вот скажи, надо ли или может быть? Обязательно, потому что когда начинает художник зажираться, как это происходит С 99% моих коллег и со мной когда-то это происходило То тогда творчество начинает страдать качественно То есть в какой-то момент жена закрывает холодильник и говорит «Слушай, надо варить, надо варить, сиди, пока не напишешь, не выйдешь» Пора подарить миру хит новый Друзья, возвращаясь все-таки к началу нашего разговора, к новому вашему клипу Лелею, обращая внимание на ударную установку, которая в эти минуты в нашей студии Я-то ожидала, знаете, вот эти розовые ведра Ведра, да Летающие тарелки Выглядят красиво розовые ведра Это очень красиво Играть на них не очень удобно, я думаю, да, Антон? Как удобно звучат они, при этом, странно Вот так вот Звучание не очень, сказал Да, будет звучать, как будто играть на табурет В общем так Попробуйте дома, это можно воспроизвести Ну а чья это идея, Кость? Ну вообще немножечко о клипе, конечно, мы хотим слышать из твоих уст Ну это наша общая идея с Antistatic Production Вот снять такой клип веселый, с муляжом барабана в виде розовых ведер Вот, там нет ничего настоящего То есть там не настоящие танцоры, группа «Братья Гримм», которая танцует неправильно и непрофессионально Ну достаточно синхронно, надо сказать Тренировались, но все равно у нас получилось смешно, как у детей в детском саду С серьезными лицами Да, с серьезными лицами, как это делают дети в детском саду, совершенно верно Вот, на утренниках И ненастоящий барабанщик Конечно, барабанщик-то настоящий, просто установка у нее тоже ненастоящая Там все в этом клипе ненастоящее, все пластмассовое, картонное, но зато настоящие эмоции Конечно, эмоции, смысл заложенный в эту самую песню, то же самое, что у нее есть настоящая Кстати, мы сегодня же услышим «Лилини»? А вот мы сейчас ее и сыграем Потрясающе А давай Прилично Давайте немножко спляшем Так, ну что, готов? Давайте, хлопцы Раз, два, три Еще, еще Дай вот даленький цветок И, несомненно, редкий вид Рядом с тобою я такой Нелепый мим Ты и наградой печаль Сонный покой Переполох Озеро темное Вода, вода ворох Ли-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле- Ну-о-о, танцуют все. Без жара и снега, папа, Знайная жгучая метель. Утренний штиль, где ураган В сплеченье тел. Все улыбаясь, не попая. Рядом чутит нелепый миг. Нараспускаются цвета в руках моих. Лелею, лелею, лелею тебя. И берегу. Лелею, лелею, лелею тебя одно. Лелею, лелею, лелею тебя. И берегу. Лелею, лелею тебя одно. Лелею, лелею тебя. Лелею, лелею тебя. Лелею, лелею тебя. Ты потоленький цветок И несомненно редкий вид. Пусть распускаются цвета в руках моих. Играет музыка Братя Грин, танцуем в душе, мы просто танцуем. Отлично, Костя, песня-то посвящена любимой супруге, которая вдохновляет тебя неустанно. Как мне нравится твое отношение к семье, в том числе, в интервью, вот буквально некоторое время назад, прочитала, где ты говоришь о том, что главный смысл в твоей жизни, это как раз семья состояться, реализовать себя мужем. Да, папой, дедушкой, прадедушкой, как угодно, потому что многие люди, многие-многие у нас в нашем бешеном ритме забывают об этом. Конечно, карьера для большинства, мне кажется. Карьера, и думаешь, деньги-то, вот деньги, конечно, это хорошо, но вот когда их, когда то ли есть только они, больше ничего, то счастье это не приносит. Золотой телец его Саш не поглотил. Пытался, пытался сожрать, но... Ну, ты его победил и справился. Да, да. Ну, вот скажи, пожалуйста, ты на сегодняшний день уже такой умудренный опытом супруг? Ну, пока еще рано быть умудренным-то. Рано еще, рановато, да? То есть еще приходится, есть чему учиться. Мы учимся каждый день, учимся, учимся, как завещал великий Владимир Ильич. Ну, есть какая-то граммная черта, от которой ты пытаешься избавиться? Или, в общем-то, уже практически идеал? Нет, много черт, от которых я пытаюсь. От мятежности внутренней, от беспокойства внутреннего какого-то. Хочется научиться пофигизму здоровому, например. Подожди, у тебя же была такая мысль, что русский дзен, вот ты исповедуешь философию. Это очень хорошо его исповедовать, только когда получается... На словах. Когда оно получается, просто замечательно. Русский дзен, вот, сяду в подзу лотоса посередине Кремля, как пел один мой коллега. Но, тем не менее, хочется еще, ну, научиться, я не знаю, даже как-то прощать людей перестать, может быть, в какой-то степени. Перестать прощать? Да, перестать прощать людей, потому что я уж очень много многим прощал и прощаю. Может быть, это хорошо, конечно, но иногда это тебе накладно самому. Это интересно, слушайте. Интересно, да. Обычно я вот хочу научиться прощать. Здесь обратная ситуация. Да, мне вот слишком много уже, слишком много прощения в моей жизни, поэтому чуть-чуть поменьше можно дозировать. Друзья, это повод задуматься. Мы прерываемся совсем ненадолго, очень скоро продолжим программу «Концертный зал». У нас сегодня в гостях группы «Братья Гримм», Константин Гримм. И впереди все самое музыкальное и интересное. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Друзья, и сегодня мы ведем разговоры с музыкантами коллектива «Братья Гримм». Вопрос к Косте. Хотелось бы задать Косте. Скажи, пожалуйста, у тебя неподражаемые манеры исполнения? Тебя узнать можно... Роман просто пытался сегодня целый день хоть как-то изобразить, подражать тебе, но не получилось. Но не получилось. Его узнают по телефону, даже если он разговаривает, это он признавался в интервью. Костя, как возникла эта идея? В Магеллане ли, да, вот подражал ли ты сам кому-то? Я не знаю, как это возникла идея. Это, видимо, вот как научился петь, и какие у тебя есть природные данные какие-то, голосовые, допустим. Или на то, на чем ты рос, там, на какой-то музыке. Ну подожди, ты же просто говорил, что ты рос на Бетлах, это точно. Обязательно. Джексон, АХ. Да все, и Джексон, АХ, я думаю, что, наверное, если назвать любую какую-то знаменитую достаточно группу, норовую. Не промахнешься. И даже российскую или советскую, точно не промахнешься. Все это входило в уши, естественно. А как запел-то? Расскажи. Да вот как-то взял да запел, и я помню, что на самом деле более-менее профессионально учиться петь. Я начал в последние годы школы, когда уже захотел поступать в педагогический институт, на музыкальный факультет. И мы ходили к прекрасной женщине Людмиле Антоновне. Мы непокойные, она нас учила петь оперным вокалом тогда. Вот так? Да, мы исполняли романсы и прочее. Потом уже в институте нас учил другой преподаватель, который учился в Италии, тоже оперным вокалом. Ну, оперный вокал получался у меня не так. Какую же ты партию пел бы, скажи, пожалуйста. Ну, мы пели романсы в основном бы. Баритон что? Баритон. Баритон. Баритон, но с теноральной окраской. То есть я мог петь и тенором, и баритоном одновременно, за что меня очень любили в хоре, потому что могли сажать и в баритон, и в тенор одновременно. Где не хватает народу, а, сядь туда, там попой. Да, да, да. Кто прогулял, кто туда и сажал. Между прочим, ты же тоже очень любишь многоголосие, правильно? Да, группа «Братья Гримм» вообще обожает многоголосие. Я думаю, что это самая многоголосная группа Советского Союза в этом отношении. Может быть, к песнярам мы уступаем. Но многоголосие мы обожаем, потому что хор не прошел даром, дирижерское хоровое отделение тоже мимо не просвистело. Но музыку ты не преподавал детям, да? Бывало, что случалось, преподавал на различных, там, практика какая-то была еще и тому подобное. В Самаре. Да, еще в Самаре случались такие вещи, но я потом понял, что нужно преподавать музыку в больших масштабах, чем и занялся. Давай, преподавай. Давайте займемся музыкой сейчас. Да, займемся музыкой, самой любимой музыкой. О, спасибо. Молчит гитара-баклой и видит тебя допечь в свою санну. Аккордеон, ключи, скрипичный пас, сказали, что я не спою, все пленный фарс. Ты моя самая любимая музыка, льется песня издалека, хмурые облака, разгоняй. А ведь ты моя самая любимая музыка, от рассвета и до закал, давай, слышу тебя. Звучи, пой для меня, играй в телефонных проводах, являйся в снах. О, ночи и в радугу дня, звучи у прохожих головах, в лесах, в полях. Ведь ты моя самая любимая музыка, льется песня издалека, хмурые облака, разгоняй. Ведь ты моя самая любимая музыка, от рассвета и до закал, давай, слышу тебя, все повторяя, что ты моя самая любимая музыка. В облаках, ведь ты моя самая моя любимая музыка, в облаках. Молчит гитара в облаках, молчит гитара в облаках, гитара в облаках. Ведь ты моя самая любимая музыка, льется песня издалека, хмурые облака, разгоняй. А ведь ты моя самая любимая музыка, от рассвета и до закал, давай, слышу тебя, все, что мне надо. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Браво. Браво. Да, мне кажется, даже самые робкие мужчины сейчас не удержались и написали своим любимым смс-ки с признанием. Ну, это было прекрасно. Да, сегодня 8 марта. Объявляем, все, Костя Крим объявил, друзья, это хорошее. Мы будем почаще приглашать теперь тебя, твою команду, чтобы объявлять каждый день. Да, 8 марта. Что касается любимой музыки. Мы вот как получили пластиночки в 2015 году парочку, так, что-то как-то и уже скоро 18-й. А, новой музыки хотите. Да, понятно, понятно. Ну, я думаю, что в 2015 году, я надеюсь, что это будет. Вот, это уже интересно, так. Да, вообще, выпускать диски в последнее время очень накладно, муторно, энергозатратно. Костя, ну, это будет или это время синглов уже? А когда, простите, а когда группе 20 лет, ну, тут уже, по-моему, не отверстишься. Надо что-то выпустить. The Best или что-то, Костя, ну. Ну, точно будет мини-альбом. Я, наверное, думаю, что точно будет мини-альбом. Я не знаю, когда мы его успеем выпустить. Либо в середине следующего года, либо к концу следующего года. Но я думаю, что мы обязательно что-нибудь в следующем году выпустим. Так что ждите. Друзья, мы еще какие-нибудь обязательства возьмем от Константина. Обещания тоже еще выслушаем, но мы прервемся совсем ненадолго. Вы оставайтесь с нами. Продолжим программу скоро. Студия 89,9. Концертный зал. Дорогие друзья, продолжается программа «Концертный зал». Сегодня у нас в гостях команда «Братья Гримм». Большой праздник. Костя Гримм сейчас будет отвечать на наш вопрос. Следующего содержания, Костя. Ну, вот в следующем году мы уже стали говорить на эту тему. Отмечается 20 лет. В голове у тебя укладывается вообще, скажи, пожалуйста. Ну, укладывается, конечно. Вот эта вот дата круглая, достаточно продолжительная. На улицу подходят достаточно взрослые женщины. А, конечно, выросли. И говорят, мы росли на вашей музыке, и мне становится грустно. Ну, тем не менее, скажи, ты доволен в целом так судьбой коллектива? Да, я вполне доволен, несмотря ни на что мы есть. Вот мы что-то делаем, выпускаем. И это все-таки находится у нас еще сила их что-то выпускать, потому что многие там что-нибудь сделают когда-то, а потом немножко утихаминцы. Опять это вот о зажратости, собственно говоря, разговор, который мы начинали в начале передачи. И потом как бы почивает на лаврах. Ну, мы как-то стараемся каждый год что-либо выпускать. Либо клип, либо песню, сингл, либо вообще альбом. То есть, ну, где-то раз в 3-4 года уж альбома побаловать-то мы можем. Есть у нас еще порох и пороховница. Ну, есть уже какие-то у тебя, открой секрет, заготовки? Я имею в виду песни. Конечно. Может быть, пока в столе где-то, в компьютере? Они даже не в столе, они уже практически находятся в записном порядке. В смысле, они записываются в студию уже активно. Вот недавно мы посещали студию, как раз записали. Песня «Лилею» как раз войдет в будущий альбом, мини-альбом. Я не знаю, как получится. А многие песни уже, они в работе, они уже практически записаны. Осталось там спеть, свести. А на это уже нужны тоже ресурсы. Слушай, сейчас у нас следующий музыкальный номер. Что за произведение? Песня «Аллилуйя», я бы ее назвал свадебной песней, потому что сколько мы свадеб сыграли благодаря именно этой композиции. Кормилица. Да, 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 в этом отношении. И сколько, много, кстати, очень молодожен смонтировали клип под эту песню. Ой, красивый. Ну, я думаю, что это все-таки удачный брак. Совет за любовь, друзья. Не было же потом песен «Ах, вот Костя, мы же не спод вашу песню, а потом развелись». Эта песня как раз программирует на счастливый брак, поэтому мы ее исполним. Ой, прекрасно, кстати. Смотрим, слушаем. Программируем еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Притянута по лесу, в унисон, улыбка, одна на двоих слезах. Напевая песни, мечтаю лишь об одном. Лет через двести состарится вдвоем вместе. Как здорово то, что ты есть у меня, аллилуйя. Пусть буря и беды обходят нас стороной. Отмеренно времени мало нас поцелуем. Как здорово то, что ты есть у меня, воздух мой. Пусть буря и беды обходят нас стороной. Пусть буря и беды обходят нас. Как здорово то, что ты есть у меня, аллилуйя Пусть буря и беды отходят нас стороной Отмеренно времени мало нас поцелуем Как здорово то, что ты есть у меня, воздух мой Как здорово то, что ты есть у меня, аллилуйя Пусть буря и беды отходят нас стороной Отмеренно времени мало нас поцелуем Как здорово то, что ты есть у меня, воздух мой Как здорово, аллилуйя Аллилуйя Как здорово, аллилуйя 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 Браво! Горько! Я думаю, что завтра будет огромное количество поданных заявлений в ЗАГС В разу больше, чем планировалось до этого Смотри, смс-ку отправили, она согласилась, все, действительно Сегодня же 8 марта, да? Можно и пожениться, да Вопрос, который касается написания текстов, написания стихов Как-то говорил ты, что обожаешь Бродского Да Да, а что еще, что еще любишь? Бродского, ну, среди хит-парада моих любимых поэтов, наверное, на первом Ну, они меняются местами и временами Это Роберт Рождественский Один из моих любимых поэтов Это Иосиф Бродский В микрофон, допустим Да, Иосиф Бродский, Рождественский И кто еще, кого же еще можно назвать Много их, много их любимых Но вот из любимых, наверное, пожалуй, вот Которых хочется перечитывать много-много раз Это Бродский и Рождественский Почему-то так А среди ведущих новостей у тебя есть любимые? Ведущих новостей? Да Ну, не знаю, я сам когда-то вел новости Ну, я к этому как раз и веду, да Я хочу, чтобы ты рассказал об этом периоде совсем немножко Но дело было в Самаре, да? Да, я работал на радиостанции, как многие, наверное, начинающие артисты и музыканты Многие работали, наверное, на провинциальных радиостанциях Все-таки доступ к студии с микрофоном В студии, а тогда, к тому же, еще не так было хорошо с интернетом Интернет на радиостанции был, пульс была огромная фанатека, где можно было слушать музыку Вот, и я там занимался время от времени Дергал фишки на пульте, выводил в эфир рекламу и читал различные новости А почему именно новости? Почему не диджей, не объявляетесь делать подводки? Я просто еще не дошел до этого, скажем так А, это должен был быть следующий этап Да, следующий этап, но в этот момент я улетел в Москву Тебе приносило удовольствие, скажи? Да, я любил работу на радио, есть в этом некая такая эстетика интересная То есть она такая прям, ну, такая необычная, в этом есть романтика, конечно, работа на радио Да, но ты же понимаешь, что когда ты читаешь новости, нельзя сказать, что лечишь души и радуешь людей Потому что новости... Когда рассказываешь о курсе рубля и прочее То есть упор не замечает ничего, только рассказывает Не про самарские дороги рассказывал Костя Да, как программа «Время» в 70-м году, все хорошо, и люди спокойно засыпают Чтобы у нас было еще лучше, давайте послушаем следующий музыкальный номер Да, можно чуть-чуть звукоинженеру подубавить мне гитариста, чуть-чуть его прибрать Разошелся гитарист А то он очень громко начал играть Да Видимо, разыгрался Да Бывает Ну что, давайте под Новый год, скоро Новый год же У нас завтра 1 декабря, начинаем обратный отсчет Зима, Владушка, да К Новому году Попробуем немножко предвосхитить это событие и уже начать ждать Давайте Давайте В подъездах города согрелись парочки Редактор субтитров А.Семкин Ян – Моргican Ведь скоро новый день, ведь скоро новая, другая, наверное, холодная, что так без повода, ночные проводы, троллейбусы в пах. Шалит бессонница, она бесстыдница, и мне победится на всех просто дар. Но скоро новый год, но скоро новый день, но скоро новая, другая жизнь. Но скоро новый год, но скоро новый день, но скоро новая, другая жизнь. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Ведь скоро новая, другая жизнь. Ведь скоро новый год, новый год. Ведь скоро новый день, ведь скоро новая, другая жизнь. А-а-а-а... А-а-а-а... А-а-а... А-а-а... Крово-братья Гримм, программа «Концертный зал», друзья, с наступающим Новым годом! Ура! Дедушка Мороз наподпевал, я уверен. Костя, ты писал когда-нибудь письмо Деду Морозу? Или вы с братом, может быть, это делали? Никогда? Никогда не писал я, никогда не писали. Я помню тот момент, когда я разочаровался в существовании Деда Мороза, когда я помню, что его не существует, это однажды утром, я открыл глаза, никто не рассказал. Давай так, это твое мнение, потому что нас слушают и смотрят люди разных возрастных категорий. Но просто в какой-то момент тебе показалось, что он не существует, потому что? По полу ползет мама с подарками к елке, но это был Дед Мороз. Мне показалось, что это мама, а это был на самом деле Дед Мороз. У них халаты были просто красного цвета одинаковые, вот и все. Мама, а возит ли в автомобиле диски с твоими песнями? Расскажи, пожалуйста. Мама вообще не водит машину, никогда не водила. Папа водит, у него, я думаю, есть диски с нашими песнями, конечно. Слушает временами. Я как-то находил несколько лет назад, они были, валялись. Кость, что касается новогоднего стола, я знаю, что ты очень хорошо готовишь. Есть такое. И практически все. Ну, не совсем хорошо, не все. И супы готовлю хорошо. Ну, то есть у нас с супругой, например, разделение труда. Она хорошо готовит ужины, а я хорошо готовлю обеды. Потому что, когда ты варишь суп, что-либо сжечь или приготовить достаточно сложно. Супер такая вещь. Чем дольше варится, тем лучше он получается, понимаете? На новогоднем столе суп твоего приготовления будет? Ну, суп на Новый год есть как-то не камильфо. Я думаю, что все-таки... Ну, какая коронка? Все-таки на новогоднем столе я ожидаю как-нибудь оливье. Так. Платика жанра, либо от тещи, либо от жены. Вот, ты что-нибудь в этом духе. Семь под шубой. Ну, ты же тоже должен быть что-то... Ледка под шубой, да. Какой-то взнос делать со своей стороны. Ну, порежу. Порежу зелень. Кстати, ты работаешь в Новый год в эти праздники? А я тебя пока не знаю. Есть заявки какие-то. Ну, все время есть, конечно. Но если кто-то нас слышит, мы пока свободны, можем приехать, поиграть, развеселить вас. Да. Так что, нет, заявочки здесь. Торопитесь, а то вы можете не успеть, скажем так. Ну, и, скорее всего, после Нового года какой-то отдых, да? Как у тебя планируется? Ну, я не знаю, как отдых. Мы в Рождество, например, снова уезжаем. 6 числа мы будем в Вологде петь песни. Ну, я думаю, что где-нибудь в конце января, в начале февраля мы переведем дух. Хорошо. Ну, пока еще не наступил февраль, мы поем следующий трек. Так, чтобы нам такого спеть, что сколько раз? Чтобы нам такого спеть, сейчас перевожу нашим зрителям и слушателям. Ну, давайте попробуем сыграть лоус. Врежем немного рока. С такими барабанами, если получится, но попробуем. 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 Я улетаю в Лаос, да скоро бы здесь оставляю все, что мне дорого, что не допел, не донес. Я улетаю в Лаос. Дальше, выше над городом музыка, стучит по крышам ветками гроз. Дальше, выше над городом музыка, но я не слышу, я улетаю в Лаос. Я улетаю, скрипят минуты, ты напоследок меня докутывай в сеть своих длинных волос. Дальше, выше над городом музыка, стучит по крышам ветками. Дальше, выше над городом музыка, стучит по крышам ветками. Дальше, выше над городом музыка, но я не слышу, я улетаю. Дальше, выше над городом музыка, но я не слышу, я улетаю в Лаос. Дальше, выше над городом музыка, стучит по крышам ветками. Браво. Братья Гримм, программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна-ФМ». Пока никуда не улетаем, у нас есть немножко времени. Как возникла эта песня? По каким событиям она написана? Ну, я не знаю, по каким событиям. Если честно, я помню, что когда я шел по городу, по Москве, я шел в районе Олимпийского, и что-то в моей жизни такое происходило, такое, ну, не очень хорошее, что-то такое мятежное такое. Микрофон бывает, да? Да, что-то такое беспокойное, и что-то у меня внутри тлело, тлело, и вдруг над городом начался гром такой, молния хлистать, вот. Трансляция из твоих мыслей пошла? Да, но этот образ у меня, видимо, запомнился, и потом каким-то образом вот запечатлелся в песне. Захотелось улететь далеко-далеко, откуда-нибудь от своих проблем, и вот родилась такая песня «Я улетаю в Лаос». А есть ли такое место на земле, где тебе так же хорошо и комфортно, как в Самаре, в Москве? Есть ли еще любимый город или, может быть, остров? Да нет, конечно. Вот есть Самара, родной город, есть Москва, который стал для меня домом. Что еще может быть лучше, чем эти места? Просто золото. Где ты отдыхаешь летом, дорогой Костя, скажи? Летом. Летом в последнее время мы отдыхали в России, между прочим. Так, хорошо. Частенько в России отдыхали. По-разному. На каком пляже тебя можно увидеть? В Крыму, в Анапе? Не скажу. Обыкновенный такой пляжный, чтобы пузо загорало. В общем-то, обыкновенный такой овощной отдых, можно так сказать. То есть нужно просто полежать и ничего не делать. И ничего не делать. Какой-то еще досуг есть в твоей жизни, кроме такого? Когда хочешь отдохнуть от музыки, какой расскажи? Да, спорт. Плавание, фитнес временами хожу. Ну и в основном плавание, да. Поплавать я люблю. А это систематически у тебя происходит? Да, минимум раз в неделю-то я точно хожу, а то и два раза в неделю в бассейн, плаваю. А фитнес-то имеется в виду тренажерный зал? И тренажерный зал. Поплавал на следующий день, тренажерный зал сходил немножко, потягал гантельки и штанги. И хорошо, и все, чувствуешь себя в тонусе. Молодец. Скажи, пожалуйста, есть ли такая обязанность у коллектива братья Грим? Какая? Ходить в фитнес? Ходить в фитнес, качаться и потом сдавать нормы ГТО. Нет, у нас такого нет, слава богу. У нас у всех разные какие-то увлечения. Давайте, может, представим людей, которые... Ну, то уж, если уж не зайдешь, давай, мы ждем, все ждем. Это так, что давайте, хлопцы, давайте, хлопцы, представь уже нам, Гостанин Хлопцев. Итак, хлопцы, группа братья Грима, это вот Валера Загорский. Валер, чуть-чуть, да. Валера, спасибо. Не все нас... Наш секс-символ, самый молодой участник группы в какой-то степени. Дальше вот Стас, например, сидит, Астахов. Он у нас когда-то играл на бас-гитаре. А потом вы уволили с этой души? Нет, потом он ушел, вернулся и решил играть на клавишах. Так получилось. Вот, Антон, Антон у нас на барабанах играет с 2009 года, тоже уходил, периодически приходил, вот, как блудный сын. Вот, пришел снова, прибило его волнами. С возвращением, Антон. Спасибо. Вот. Очень рад. Да, и он как раз заявляет, что очень рад. И готов даже на розовых ведрах играть теперь на чем угодно. Да, где он еще может на ведрах поиграть, действительно. Так, и Дмитрий Кондрев, бас-гитара, тоже... Тоже уходил? Нет, пять лет вместе мы играем. Вот, Валера и Дмитрий, мы уже, наверное, около пяти лет вместе играем, и вот, и никуда не движемся. В разные стороны, я имею в виду. Когда ты говорил про прощение, ты как раз имел в виду и своих музыкантов, бывших и настоящих. Что там? Когда ты говорил про то, что хочешь, ну, прекратить, прощать людей, перестать прощать людей, ты имел в виду писать музыкантов. Ой, музыкантам бесполезно прощать. Музыканты — особый народ, это люди, скажем так, живущие в Астале периодически, поэтому к ним нужно относиться с пониманием. Скажи, Костя, каких музыкантов вот сейчас ты слушаешь, вот из тех, которые, может быть, появились последние годы три, например? Ну, да многие какие-то попадают в уши с радиостанции, что жрется. Сложно сказать, потому что сейчас такое время странное, что играет очень много молодых исполнителей. Дай, кстати, ему характеристику с точки зрения музыканта этому времени. Это без времени, скорее. Я бы даже так сказал, не даже, может быть, резко, потому что я вот даже спрашиваю не у музыкантов, у людей, которые там часто слушают музыку и тому подобное. Очень много появилось в музыке, вся она практически танцевальная, вся поголовная. Все они поют одинаковыми голосами, одинаковые подачи, и практически невозможно отличить друг от друга. Вот, возникает много, пропадают. И вот если, например, лет десять назад ты включаешь волну и знаешь, вот даже вот без объявления диджея, что за песня, что за исполнитель поет, то есть именно даже по манере, по аранжировкам, то сейчас все под копирку. Ну, я думаю, что не сами музыканты в этом виноваты. Продюсеры, наверное. Наверное, это не то, что продюсеры, а все-таки какая-то программная политика в какой-то степени. Запад. Запад. Теотворное влияние Запада, тем более. Ну, мы, как говорится, в туземном приседе вот сидим и копируем отсюда, чтобы что-нибудь свое создать, взяв оттуда лучшее, вот это уже у нас не хватает. Сейчас вот немножко убавил нашу громкость, громкость нашего канала Дональд Трамп. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся, друзья. Несколько секунд. Программа «Концертный зал». У нас сегодня у гостя группа «Братья Гримм». Мы получаем колоссальное удовольствие от настоящей, живой, классной музыки. Да, старший брат Костя. И, Костя, какая сейчас будет у нас следующая песня? Ну, немножко подышим. Подышим свободными, легкими. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА